В Татарстане была обнаружена птица-огарь, обычно не зимующая в нашей республике. Подробнее в следующем сюжете. Студенты и ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета принимают участие в проекте по изучению зимующих птиц России «Российская зима 2021-2022». Во время наблюдения в республике Татарстан была обнаружена птица-огарь, обычно не зимующая в нашей полосе. Происхождение этой птицы конкретное и очень понятное нам. Это на территории зоопарка нашего эти гогари почти ведут такой свободный образ жизни. Они свободно перелетают. Но дело в том, что они еще у нас вот так вот свободно не зимовали в черте города. Однако вот в этом году этот факт у нас уже отмечен. Так что эта птица не прилетела откуда-то либо. Это птицы, так сказать, наши зоопарковские, которые просто расселились вот на протяжении последних лет. Данный проект проводится давно. Раньше он касался только локальных регионов, а сейчас приобрел и всероссийский масштаб. Цель мероприятия – это привлечение внимания широкой общественности к природе своего родного края, а также получение интересных сведений о том, какие пернаты и каким образом зимуют в том или ином регионе. Птицы, которые остаются у нас на зимовку, это из числа перелетных имеется в виду, это как раз те самые виды, которые в условиях города Казани, в условиях городов вообще могут находить себе пропитание. Вы знаете, что многие птицы перелетные улетают в теплые края, не на юг, а именно в теплые края, не потому что им холодно. Температура тела птиц выше 40, поэтому они не мерзнут. Они улетают по причине отсутствия корма, и поэтому, естественно, в первую очередь наличие корма и предопределяет, то птица сможет зимовать или нет. По словам эксперта КФУ, по результатам наблюдения прошлых лет, дроздов рябинников в Казани наблюдалось значительно меньше, а сов, наоборот, было больше. Отметим, что в данном проекте может принимать участие любой желающий. Для этого нужно размещать свои фото или видеоматериалы, которые будут проверены экспертами и использованы в научных публикациях на основной площадке проекта «Российская зима 2021-2022». Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.